В эфире телеканала ТВК-6 «Новое время» с Мадиной Кадргожиной. Здравствуйте! А теперь к событиям. В городе прошла 13-я вне очередная сессия Маслехата, первая в минувшем году. Были подняты шесть вопросов. Подробнее смотрите далее. Состоялась 13-я вне очередная сессия областного Маслехата. В ходе работы сессии членами редакционной комиссии были утверждены Айна Шаменова, Альбина Харисовна и Серег Байгалиев. Руководитель управления энергетики и ЖКХ области Булат Абдралий выступил с закладом об утверждении правил погребения и организации дела по уходу за могилами в области. У вас на рассмотрение проект правил погребения и организации дела по уходу за могилами в области Абай. Настоящие правила погребения и организации дела по уходу за могилами разработаны в соответствии с законом Республики Казахстана, местным государственным управлением и самоуправлением Республики Казахстан. Основной целью данных правил является определение порядка погребения и организации дела по уходу за могилами. Правила разработаны в соответствии с типовыми правилами, осуждены приказом министра национальной экономики от 31 мая 2019 года. Не допускается размещение памятников и сооружений, размещение столов, стульев и сооружений вне участка захоронения. Территория кладбища – это переходы, дорожки, клумбы, газоны, канализации, электрические или водопроводные сети сооружения – поддерживаются местными исполнительными органами в надлежащем порядке в соответствии с законодательством Республики Казахстан. А также Булат Абдралий доложил о правилах погребения. Расстояние между участками могилы по длинным сторонам должно составлять около 1 метра, а по коротке – не менее полуметра. Глубина могилы устанавливается в зависимости от характера почвы и уровня грунтовых вод и составляет не менее полутора метров от поверхности земли до крышки грома при ее наличии. Для умерших от особо опасных инфекций глубина могилы устанавливается на уровне двух метров, при этом на дно укладывается хлорная известь слоем не менее 10 сантиметров. Каждая могила имеет насыпь высотой полметра над землей. Дальнейшее содержание могилы обеспечивается близкими родственниками в надлежащем порядке. Также заключение договора на содержание обслуживания кладбищ между местным исполнительным органом и администрацией кладбищ осуществляется своевременно по итогам конкурса, проводимого в соответствии с законодательством о государственных закупках. Во время сессии докладчикам были заданы вопросы по их направлениям. Секретарь областного масляхата Куаныш Сулеймена добавил, что как депутаты они имеют полное право подавать заявку на запрос по их вопросам. Об утверждении правил размещения наружной или визуальной рекламы на открытом пространстве за пределами помещений в населенных пунктах в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования. На открытом пространстве за пределами помещений вне населенных пунктов и вне полосы отвода автомобильных дорог общего пользования в области Абай выступил исполняющий обязанности руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Нуржан Искендиров. Правила размещения наружной визуальной рекламы на открытом пространстве за пределами помещений в населенных пунктах в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования на открытом пространстве за пределами помещений вне населенных пунктов и вне полосы отвода автомобильных дорог общего пользования разработаны в соответствии с законом Республики Казахстан о рекламе и приказом министра национальной экономики. Правила определяют порядок размещения рекламы в области Абай и распространяются для всех местных и исполнительных органов территориально. Рекламные изображения и информация на объектах наружной рекламы не должны использоваться для пропаганды или агитации насильственного изменения конституционного строя, а также подрыва безопасности государства, войны, социального, расово-национального, религиозного, сословного и родового превосходства. Культа жестокости и насилия, порнографии, а также распространения сведений, составляющих государственных тайн. Реклама не должна порочить объекты искусства, составляющие мировое или национальное культурное достояние, государственных символов, валюту любого государства, религиозных символов и каких-либо физических или юридических лиц, деятельности, профессии и товара. К наружной или визуальной рекламе не относятся вывеска, информация о режиме работе, афиша культурных, спортивных и спортивно-массовых мероприятий, размещаемые в специально отведенных местах. Индивидуализация технических средств в обслуживании транспортных средств, информация о видах нефтепродуктов, ценах на нефтепродукты, наименований и логотипе продавца, размещаемая при въезде на автозаправочные станции. Информация или сведения о культурных ценностях или об объектах историко-культурного наследия, в том числе о памятниках истории культуры. Информация, содержащая сведения о курсах покупки или продажи наличной иностранной валюты за тенге, размещаемая возле обменных пунктов. Внутреннее оформление витрин и окон для внешнего визуального восприятия следующего характера. Товарная продукция, размещаемая внутри помещений. Виды оказываемых услуг. Средства индивидуализации, декоративное и праздничное оформление. Не допускается самовольное размещение наружной визуальной рекламы без соответствующих уведомлений местных исполнительных органов. Размер платы за первые и последующие месяцы размещения рекламы рассчитывается в соответствии с базовыми ежемесячными ставками, утвержденными налоговым кодексом, исходя из места расположения и площади стороны размещения рекламы. Размещение рекламы на транспортных средствах осуществляется без направления уведомления о размещении рекламы и без взимания платы за размещение. Размещение наружной рекламы осуществляется на основе договора с собственниками объектов наружной визуальной рекламы или с лицами, обладающими иными вещными правами на объекты рекламы, если законами или договором не предусмотрено иное. Об утверждении персонального состава Координационного совета по социальной защите лиц инвалидности области выступила руководитель управления координацией социальной защиты области Айнур Султанова. На сегодняшний день речь идет о более чем 25 тысяч человек с инвалидностью в области, в том числе около 3 тысяч детей. Координация людей с инвалидностью в области в целях социально-экономического развития в местных исполнительных и государственных органах, организации общественных объединений лиц с инвалидностью, социальных объединений создаются в целях разработки предложений и рекомендаций по вопросам обеспечения социального заключения, обеспечения их взаимодействия по вопросам создания равных возможностей для жизнедеятельности и интеграции в общество. Организация социальной защиты лиц с инвалидностью является консультативно-совещательным органом при Акимате области Абай. В состав Координационного центра в соответствии с законодательством включаются представители территориальных областных управлений, ведомств и организаций, компетенцию которой входит в решение задач, возложенных на Координационный совет, а также представители общественных организаций лиц с инвалидностью по согласованию. Координационный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Основными задачами Координационного совета – это обеспечение выполнения мероприятий, предусмотренных индивидуальной программой о реабилитации лиц с инвалидностью, совершенствование государственной политики, законодательных и иных нормативных правовых актов в сфере социальной защиты лиц, подготовка рекомендаций и предложения по обеспечению взаимодействия с территориальными и иными организациями, объединениями лиц с инвалидностью по вопросам координации деятельности центральных и местных исполнительных органов социальной защиты. Основные функции Координационного совета – это анализ состояния дел по выполнению мероприятий программы, выработка предложений по совершенствованию, деятельность территориальных областных органов, заинтересованных в социальной сфере лиц с инвалидностью, государственные органы, организации по вопросам социальной защиты лиц. Заседание Координационного совета созывается председателем или по его поручению, заместителем председателя по мере необходимости, но не реже одного раза в полгода. Исходя из приведенного выше доклада, совет был внесен на утверждение состава. Также был озвучен список состава Координационного совета социальной защиты лиц с инвалидностью области, председателем которого стал заместитель Акима области Шалкар Байбеков. А участник в дне очередной 13-й сессии областного маслехата, первый заместитель Акима области Айден Каримов поблагодарил депутатов за проделанную работу, отметив, что все вопросы и предложения записаны и будут рассмотрены. В своем сентябрьском послании глава государства дал указание разработать закон о восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан. 30 декабря закон был принят и подписан, и с 3 марта текущего года вступает в силу. После за короткий период казахстанцы, не зная всех условий, массово начали обращаться в Комитет государственных доходов, дабы списать свои задолженности. Для разъяснения наша съемочная группа посетила брифинг и также взяла комментарии у специалистов Комитета государственных доходов области Абай. Объявить себя физическим банкротом хорошо или плохо? Какие последствия будут ждать граждан после? 30 декабря 2022 года президентом подписан закон о восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан. Закон предусматривает три вида процедур. Внесудебное банкротство, судебное банкротство и восстановление платежеспособности. Следует отметить, что все три процедуры инициируются только должником. Соответственно, у кредиторов, у банковских организаций инициировать данную процедуру в отношении должника отсутствуют, они не могут. Первая процедура – это внесудебное банкротство. Можно применить исключительно по долгам перед банковскими организациями, микрофинансовыми организациями и коллекторскими агентствами. Внесудебное банкротство граждане могут иницинировать, применить при следующих условиях. То есть, соответственно, в первую очередь, долг перед указанными организациями должен превышать 1600 МРП. Это на 2023 год, это будет 5 миллионов 520 тысяч тенге. По обязательствам перед банками и этими организациями отсутствует погашение долга в течение последовательных 12 месяцев. Отсутствуют зарегистрированные имущества, также совместно нажитое имущество. Проведено урегулирование с банком просроченной задолженности. До данной процедуры не должна применяться процедура банкротства в течение 7 лет. Кроме того, в законопроектах предусмотрены особые условия для получателя адресной социальной помощи. Если указанные граждане получают адресную социальную помощь в течение 6 месяцев, то они могут применить данную процедуру. То есть, само получение адресной социальной помощи указывает на то, что заявитель уже не поджиспособен. Также особые условия предусмотрены для лиц, чья корридорская задолженность просрочена более 5 лет. Здесь также есть условия, что указанную процедуру могут применить даже те люди, у которых имеется имущество. Соответственно, если уже банковским организациям данное имущество уже не реализовано, значит, соответственно, уже все сроки прошли для этого. Так, несудебное банкротство, вот заявления все это будут в автоматизированном виде через электронное правительство и ЕСАЛ-Хазамат. Все это будет автоматизировано. Сейчас, на данный момент, вся эта система внедряется. Если данная процедура не будет применяться, то заявления на бумажные носители будут приниматься органами государственных доходов по месту жительства граждан. В принципе, сейчас на сегодняшний день я обзвонил все районы по области Абай в посредственном видеосвязи. Материально-техническая база имеется. То есть, на местах сидят квалифицированные специалисты, которые могут дать соответствующую информацию, проконсультировать по всем вопросам касательно этого закона. Подробнее в здании Департамента государственных доходов области Абай. Указом президента 30 декабря 2022 года был подписан закон о восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан. Закон начнет действовать по истечении 60 дней после официального опубликования. Это означает, что с марта месяца текущего года граждане могут подавать заявление на банкротство. Законом предусмотрены три процедуры банкротства. Это внесудебное банкротство, судебное банкротство и восстановление платежеспособности. Все три процедуры может инициировать только сам должник. То есть, ни один кредитор не имеет права подавать на банкротство. Так как заявления фактически будут приниматься с марта месяца, до этого времени у нас сейчас идет разъяснительная работа по применению этих процедур. У нас сейчас работает колл-центр, туда тоже очень много звонков поступают от жителей нашего города. Там в основном спрашивают, если у него есть задолженность перед банком, например, кредит где-то 200 тысяч, 300 тысяч. По ним можно ли подавать заявление? Да, если будете соответствовать условиям, которые есть по внесудебному банкротству, да, вы можете подавать. Но мы также разъясняем гражданам о последствиях применения этих всех процедур. То есть, после применения этой процедуры гражданину присваивается статус банкрот. Вот. Последствия, значит, таковы. В течение пяти лет ему нельзя будет оформлять уже следующие кредиты, займы. В течение трех лет после объявления банкротом его проводится финансовый мониторинг. А также следующее банкротство, например, будет у него крупная сумма, более крупная сумма, да, оно будет применяться по истечении только семи лет. Поэтому всем гражданам мы советуем, чтобы прежде чем подавать на банкротство, задуматься о последствиях тоже. То есть, хорошо надо обдумать. Об условиях внесудебного банкротства. Для применения внесудебного банкротства должно соответствовать следующим условиям. Первое, это сумма долга перед банками, микрокредитными организациями и коллекторскими агентствами не должна превышать 1600 месячных расчетных показателей. Это на 2023 год 5 миллионов 520 тысяч тенге. То есть, эта сумма не должна превышаться. Далее, отсутствие платежа, погашение долга в течение 13 последовательных месяцев. Третье, обязательно должно быть проведено урегулирование с банком по задолженности. Это означает, что гражданин, прежде чем идти подавать на банкротство, должен подать заявление в банк по изменению кредитного графика, либо понижению процентной ставки и так далее. В этом случае банк, если ему ответ даст об отказе, то данный документ должен прилагаться к заявлению, либо, если банк не отвечает, то копия данного заявления должна будет прилагаться. Могут ли индивидуальные предприниматели подавать на внесудебное банкротство? Нет, индивидуальные предприниматели могут подавать только на судебное банкротство. При этой процедуре, целью этой процедуры является максимальное удовлетворение требований кредиторов по имущественной массе должника. То есть в данной процедуре имущество должника реализуется на торгах. Вырученные средства идут на погашение задолженности по установленной очередности. И если оставшаяся сумма не погашения, она, вот эта сумма будет подлежить списанию. Дополнительная информация. Кроме этого, я хочу сообщить, что долги по алиментам и по ущербу, причиненному жизни и здоровью другого человека, а также по причине привлечения к административной или уголовной ответственности должника, такие долги списанию не подлежат. Также об изменениях и дополнениях в налоговом кодексе. С 1 января 2023 года некоторые виды деятельности не могут применять специальный налоговый режим в связи с изменениями, поправками. То есть это первые маркетинговые услуги, второе это все рынки нашего города и вообще всей области, кто сдает в аренду именно торговые места, торговые точки на рынках арендаторы, то есть хозяева, собственники данных рынков, они уже не имеют права работать по специальным налоговым режимам. И третье у нас все налогопотечки, которые сдают в суп-аренду, опять же, рынки, торговые дома, торговые объекты, где площадь свыше 500 квадратных метров. Если, например, простым языком, если арендатор сдают в аренду и дальше данный арендатор, если будет сдавать в суп-аренду, арендатор, который сдаёт в суп-аренду, он уже не может применять специальный налоговый режим. Ему нужно будет переходить на общий установленный порядок именно налогообложения. И четвёртое, это касается тех налогопотечников, то есть если в одной территории, в одном здании находится гостиница, находятся два собственника, которые сдают в гостинице, они тоже переходят на общий установленный порядок налогообложения. Простым языком, если, например, в одном здании два арендатора, то есть они не могут уже дальше работать по специальным налоговым режимам. Или же на одной территории находятся две гостиницы, и они тоже не могут уже дальше работать, осуществлять деятельность по специальным налоговым режимам. Что же такое специальный налоговый режим? Изначально физическое лицо у нас регистрируется в качестве индивидуального предпринимателя, индивидуального предпринимателя, да, дальше он обязан выбрать для себя режим, то есть специальный налоговый режим, по которому он будет осуществлять деятельность предпринимательскую. Во-первых, это по патенту, специальный налоговый режим на основе патента, специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации, специальный налоговый режим для крестьян, сельскохозпроизводителей, да, специальный налоговый режим с использованием фиксированного вычета, специальный налоговый режим на основе розничного налога и специальный налоговый режим на основе мобильного приложения. Вот эти виды специальных налоговых режимов на сегодняшний день у нас работают согласно налогового законодательства. Кто может перейти на специальный режим? Это выбор каждого индивидуального предпринимателя. Каждый индивидуальный предприниматель выбирает свой налоговый режим, который ему подходит. Но есть виды деятельности, по которым они не могут, например, работать. Например, если у меня магазин, если я не нам предприниматель, и если есть у меня магазин, где я реализую товары, я не могу применять специальный налоговый режим на основе патента. Почему? Потому что это, опять же, согласно 683 статьи, уже не дает мне права работать по патенту. Дополнительная информация. Еще хотелось бы отметить, что с 1 января 2023 года, согласно уже действия статьи 57 прим. 4 закона обведения налогового законодательства, у нас поправок, да, он уже утратил силу. То есть с 1 января 2023 года все налогопотечники, у него предприниматели, также и юридические лица, которые применяют специальный налоговый режим, которые являются субъектами малого бизнеса, они обязаны уже платить все налоги. То есть уже налоговые каникулы в виде моратории у нас завершился в этом году. С 1 января 2023 года, к сожалению, все налогопотечники должны платить налоги, то есть это корпоративный подоходный налог по юридическим лицам, да, те, которые применяют специальный налоговый режим, и индивидуальный подоходный налог, не облагаемый сущенков выплаты по индивидуальным предпринимателям, и единый земельный налог, в том числе по крестьянам. Что делается для развития государственных доходов? В целях автоматизации цифровизации налоговых процессов в конце 2020 года был запущен пилотный проект по оформлению сопроводительных накладных на товары. Данный пилотный проект был запущен по отдельному перечню товаров, куда входят товары, вывозимые в рамках Евразийского союза, подакцизные товары, товары из перечня изъятий, товары, по которым обязательно оформление электронных счетов фактур в рамках виртуального склада, также ввоз-вывоз товаров в рамках свободной экономической зоны и сжиженный газ. С 10 февраля 2023 года вводится обязательное оформление сопроводительных накладных на товары при экспорте и импорте зерна и отдельных видов зерновых культур. По другим товарным позициям вступление в силу обязательного оформления сопроводительных накладных с 1 апреля 2023 года. На сегодняшний день перенос сроков при экспорте и импорте товара в рамках Евразийского союза не предусмотрен. То есть по зерну и зерновым продуктам обязательное оформление вступает в силу с 10 февраля. По всем другим категориям, которые я только что озвучила, перенос сроков не предусмотрен. И в законную силу вступает с 1 апреля 2023 года. Также необходимо отметить, что при вступлении в силу обязательного оформления данного документа предусмотрена административная ответственность. По статье 283-1 Кодекса об административных правонарушениях, за что предусмотрена административная ответственность за непредставление, как и за несоответствие сведений в сопроводительных накладных на товары фактически перевозимому грузу. Предусмотрена ответственность от 5 до 30 месячных расчетных показателей. На 2023 год установлен месячный расчетный показатель в сумме 3450 тенге. То есть в денежном выражении это от 17 250 тенге до 103 500 тенге. Сопроводительная накладная на товары, несмотря на свою электронную форму, является первичным бухгалтерским документом. То есть для чего она введена? Она введена, во-первых, для упрощения бухгалтерского учета. Один документ, он заменяет собой несколько действующих на сегодняшний день бухгалтерских документов. Также для прослеживаемости, прозрачности перемещения товаров, начиная от его ввоза на территорию, либо производства на территории Казахстана, и заканчивая реализацией конечному потребителю. В рамках реализации пилотного проекта был несколько раз осуществлен перенос сроков вступления в силу обязательного оформления. Это было сделано для того, чтобы, во-первых, по просьбе самого бизнеса общества, это было сделано для того, чтобы бухгалтера-аналогоплательщики привыкли к данному документу, освоили программное обеспечение, а также для введения, обновлений в нормативные документы, также упрощающих и улучшающих оформление данного документа. Как связаться с Департаментом государственных услуг и получить консультацию, если вдруг появились вопросы? С начала года на базе Департамента государственных ходов по области Абай открылся наш колл-центр, контакт-центр. Налоноплательщики могут звонить, получить консультации в разрешении своих же проблем по части налогов, по части блокировки счетов. На сегодняшний день уже нами принимаются в день по 20-25 звонков, колл-центр работает, будьте добры, звоните, мы рады будем принять ваши звонки и ответить. Номер колл-центра? Номер колл-центра, он один для всех, 1414, просто ваши звонки по месту вашего нахождения, жительства будут попадать к нам автоматом. Колл-центр, 1414. С момента создания области Абай не прошло и года. Уже имеется определенная проделанная работа в развитии региона. А также есть большие планы не только на текущий год, но и на будущее. В этой связи в городе прошел брифинг на тему развития промышленности области Абай, которую провел руководитель управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития области Рустем Ворошилов. Чем же поделился с нами специалист, а самое главное, что и когда запланировано? Смотрите далее. На первой встрече в формате брифинга спикер решил познакомиться с представителями средств массовой информации и рассказал о себе. Добрый день, уважаемые журналисты. Меня зовут Ворошилов Рустем. Я являюсь руководителем управления предпринимательства в области Абай. 7 октября 2022 года назначен на данную должность. В целом, имею опыт порядка 8 лет на государственной службе. Последнее место занимал, был заместителем руководителя управления предпринимательства и инвестиций города Алматы. Ну и, как говорится, на простом русском языке, от стажера дошел до заместителя, так сказать, от самых низов, сам проработал, имею определенный опыт и больше отношу себя, наверное, к части промышленности. Что говорят цифры? В первую очередь, разрешите доложить о небольших успехах. Это объем производства промышленной продукции. В этом году, по итогам 12 месяцев, по оперативным данным Департамента статистики, он составил 1 трлн 180 млрд. Темп роста составил 9,7%, так как в 2021 год этого же периода данный показатель составлял всего 910 млрд. тенге. Как вы знаете, в промышленности есть несколько направлений. Одно из основных по республике Казахстан и, само собой, в нашей области, это является объем обрабатывающей промышленности, который составил 454,2 млрд. тенге. Темп роста 6%. В прошлый год был 342 млрд. тенге. Возвращаясь к истокам, говоря о настоящем и планируя будущее. Наши основные планы – это реализация инвестиционных проектов. На сегодняшний день их составляет порядка 60. По каждому проекту мы в ручном режиме отрабатываем проблемные вопросы. Я сейчас расскажу нашу концепцию, к которой мы идем. Как вы знаете, у нас на территории города семей имеется индустриальная зона ВНДРС. В каждом регионе, и вообще закон гласит об индустриальных и специальных экономических зонах, что там создаются предприятия, обрабатывающие промышленность и приоритетных секторов экономики. Приоритетные секторы экономики не только потому, что это нужно нашей области и нашей стране. Это еще то, что финансируется за счет субсидирования в рамках нацпроектов. Таким образом, мы преследуем задачу следующую. Нам необходимо создать новые предприятия. Сейчас всеми путями мы докладываем, рапортуем инвесторам о том, что мы открыты. В ноябре месяце Акимобласти посетил форум. Там были подписаны меморандумы. Также первый зам Акимобласти встретился с Красноярским краем. И мы пытаемся привлечь наших соседей. Не только их, как бы работа в этом направлении проводится. Какие варианты развития рассматриваются? Остановимся. Хотел бы ваше внимание заострить на промышленности и малых парков. Сегодня есть несколько направлений. Первое – это крупный бизнес. Как вы знаете, министерством индустрии ведется сейчас огромная работа по созданию пояса МСБ. Его основная задача – это возле крупных… Большой опыт такой был в Нидерландах, в ГНР. Когда возле крупного предприятия создаются средние предприятия. Те, которые одну деталь могут поставлять, какое-то сырье, которое закупается. Это в целях импортозамещения. В то же время, когда среднее предприятие возле крупного может стать его поставщиком. По этому принципу мы идем дальше. Возле среднего пойдут малые, возле малых – мелкие предприятия. Таким образом, на базе… Сейчас несколько вариантов мы рассматриваем. Я пока говорить не буду, потому что не хочется обещать пустоту. Мы сейчас более качественно это все доработаем, поймем, что мы можем заменить и реализуем. Тогда я доложусь уже более полноценно. Какие работы уже проведены? Кроме того, мы разделили отрасли. На сегодняшний день, все, наверное, в истории помните, была большевичка, да, фабрика. Сейчас осталось не так много, но мы имеем пока то, что мы имеем. Это обувная фабрика «Семьсветснаб», бывшая большевичка «ЮК ЮНИС». Данные предприятия на сегодняшний день ориентированы на госзаказ. Мы рекомендуем рассмотреть возможность переориентироваться на население, на гражданский блок. Для этого мы со своей стороны, сейчас вот отрабатываем вопрос, ЮНИКС согласился, обувная фабрика тоже согласилась, мы подписали меморандумы о том, что для наших отечественных товаропроизводителей, и вот здесь хочу обратить внимание, только для производителей нашей области Абай, на Дальнем открылся базар под названием «База-Р». Кроме того, хотелось бы отметить отдельную реализацию машиностроительных проектов, да, это тоже важный фактор, у нас есть сборка, которая осуществляется там, да, Деобаз, все знают, на территории нашей области находятся крупные предприятия. Сегодня ведется большая работа по СЕИМАШу, все, наверное, слышали проблемный вопрос заработной платы, хоть это полностью не касается нашего управления, но мы оказали содействие, Акимобласти дал ряд поручений, и вопрос заработной платы был решен в кратчайшие сроки. База-Р что предлагает? На полгода арендная плата составит ноль тенге для наших легковиков, вторая половина будет составлена 50 только процентов от арендной платы. Для этого и, разумеется, да, то есть поставив там предприятие легкой промышленности, это пилотный проект, в дальнейшем мы хотим это донести до всех руководителей, первых руководителей наших районов и городов, чтобы они у себя на местах размещали своих производителей, пусть это будет пищевая промышленность, стройиндустрия и так далее. Уже в этом году. Следующее. В будущем я говорю только о буквально ближайшем годе, то есть 2023 годе. Мы хотим из простаивающих предприятий создать малые промышленные парки. Что это такое? Это полностью готовые здания с инфраструктурой, на территории которого будет поделена площадь квадратная, будет поделена от 100 до 200 квадратных метров. И самая главная фишка заключается, что для малых предприятий, для малого бизнеса будет возможность арендовать ниже рыночной квадратный метр. Цель проекта? Ряд предприятий, имея цепочку производства, повысят долю местного содержания, казахстанского содержания. Мы преследуем цель, объясню на примере, наверное, ручки, чтобы одна ЭПшка делала корпус, вторая ЭПшка делала стержень, третья ЭПшка красила ее, если нужно, допустим, при необходимости, и четвертая ЭПшка ее упаковывала. Таким образом мы создаем ряд предприятий. Кроме того, создаем рабочие места, что является немаловажным фактором лично для Акима области и в целом по поручению главы государства. Задачи управления предпринимательством и индустриально-инновационного развития области Абай. Наша задача сегодня – проговорить с бизнесом, подготовить бизнес к тому, чтобы они платили хороший оклад, допустим. У нас были яркие примеры в свое время, когда мы работали, когда студенты на последних курсах проходили производственную практику на предприятиях и оставались там работать. Сегодня, задевая легкую промышленность или любую промышленность, которая есть у нас, все предприятия сталкиваются с очень большими проблемами. Это кадры отсутствия квалифицированных высокотехнологичных людей, которые могут разбираться в высокотехнологичном оборудовании. Потому что процесс глобализации очень быстро идет, и, к сожалению, мы не всегда успеваем за ним. И технологии, которые есть на сегодняшний день, они уже опередили. И я боюсь этого слова, если честно, тренд. Сейчас тренда такой, я не знаю, молодежь не все понимают, не все хотят учиться на сварщиков, слесарей, швея, например. Все идут на юристов, экономистов, и, к сожалению, этот тренд пока еще сохраняет свои тенденции. Поэтому мы хотим максимально проработать вопрос обеспечения наших промышленных предприятий качественными кадрами. Мы полностью ведем эту работу между учебными заведениями и потребностью промышленных предприятий, чтобы обеспечить студента, будучи студентом, работой, и чтобы он мог развиваться. Что можно отметить в настоящее время и чего мы можем не знать? Хочу отметить, например, отдельно, да, ЦМ-завод предприятия. Огромный завод, просто огромный. Объемы производства, да, они там в топ-5 страны входят. И очень рад, что это производство сохранилось с советского времени, и оно стабильно функционирует. Загрузка данного предприятия порядком 99%. И при данном направлении они еще открыли новое, это отвечая на ваш вопрос, касательно новых производств. Они открыли, все мы помним раньше, да, на сегодняшний день ЦМ-завод, одни из инноваторов, да, своего рода, они открыли сейчас цех по производству панелей. Таким образом они могут собирать, да, неблагоустроенные пока, допустим, да, но трех-двухэтажные дома. Вот они в данном направлении сейчас проводят работу. Они все такие, да, с французскими балконами, очень симпатичные. Я дополнительно, если нужна будет информация. Буквально недавно было посещение на этот завод, и в СМИ была направлена информация по данному направлению. В целом? Ряд заводов у нас функционирует достаточно неплохо. Это, да, там, силикатный, казминералс по добыче, да, у них, то есть на Богорче в прошлом году, вы помните, был прорывной объем за весь период, они, да, 50 тонн золота добыли, как бы все было отлично. В данном направлении мы сохраняем тонус, движемся. Уже на пороге. QR-код будет вот буквально, дайте мне еще недельку-другую, мы разместим его в аэропорту, вокзал, гостиницы, кафе, рестораны и так далее. Этот QR включает в себя почти все данные нашей области. Самое главное, он активный, вы закьюарили, вас перекидывает на ссылку, и вы можете, там есть исторические данные, то есть что такое область Абай, это для туристов. Ну и знаете, я, наверное, бы сказал, что не только для туристов внешних, но и внутренних, но в том числе и для вас. Почему? Потому что я больше чем уверен, что вы не в курсе, там, две недели назад, какая открылась там, кухня, кафе, там, или еще что-то. То есть включает в себя этот QR гостиничный, ресторанный, обязательно, да, то есть таким четко сказал, нужно музей, обязательно исторические наши достопримечательности. И самое главное, мы хотим, чтобы туроператоры создали сейчас, вот буквально мы ожидаем, к весне, наверное, это будет актуально, и мы запустим короткие такие маршруты выходного дня, когда, может быть, те, кто помоложе, своим кругом соберутся и поедут по каким-то интересным местам. Те, кто постарше, с детишками съездят, допустим, кто еще постарше, с внуками, там, с семьей, чтобы был короткий такой тур, чтобы люди могли посетить какие-то достопримечательности, даже элементарно к вам приедут коллеги, друзья, чтобы вы могли их куда-то сводить, свозить, у вас будет всегда под рукой QR. На этом программа подошла к концу. Сделайте шаг в новое время вместе с нами. До скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok